Всем привет, дорогие друзья! А мы снова в Total War Warhammer. И тут наши замечательные эльфы. Так, в прошлой серии мы всеми походили. Так, еще я тут подумал, а зачем нам сидеть в Воронье Виссенбурга, если нам можно осадить Файльдорф? Мы вроде даже доходим. Не дошли. Блин, вот это вот... Вот это вот нехорошо. Я бы лучше-то в засаду встал. Вот неинформативные тут эти круги. Достанешь ты, не достанешь. Вроде доставал, не дошел. Я бы лучше в засаду встал. Может, он попался бы. Подумал, что поселение бросили. Так вот, я тут подумал, что раз уж мы выучили такую уникальную технологию, как нет небоевых потерь у эльфов, то у нас получится уникальная ситуация. Мы возьмем в осаду нежить на ее земле со скверной и будем морить ее голодом, банально. То есть у нас нежить будет дохнуть от голода, а мои ребята просто досаждают их до победного конца. Потому что тут стены и довольно-таки опасные ребята. Хорошая кавалерия, плюс всякая неприятная нежить. Король и пыреют тут еще. В общем... А у меня одна кавалерия. Сами понимаете, замок штурмовать этим неудобно. Но если они выйдут с нами сражаться в поле, вот тогда мы их раскатаем. А если не выйдут, мы их заморим голодом. Просто все легко и просто. Мы берем их в осаду и все. Так, ты, Абармод, стены повредишь сегодня или нет? А, блин, он уже не повредил, да. Ходов-то нет, что-то я туплю. Так, ну и давайте сюда посмотрим, что задумает хаос. Харфсфранц куда-то ускакал непонятно куда. И, наверное, уже сдох там. Манфор-то кто-нибудь защищает? Нет. Похожий. Да. Какой биздец Манфору, он в осаде. Шварцхафен решил на этой теме быстро помириться, но нет. Ну и вот, как всегда, мы не успели отойти. Сколько ходов назад я? Хода два? Ну, не два. Сколько ходов прошло? Хода четыре, наверное, прошло, как я бил. Зверомордах. И вот, снова здравствуйте. Так, ну, стэк бомжей. С этой стороны не появился в этот раз. В этот раз он здесь появился, второй. Тоже стэк бомжей, только вот четыре Минотавра, два Кегора. Просто по КД появляются. Да, все правильно, я выбрал место. Прямо тут они и появляются. На выступе этого леса. Он же маленький, что вы тут? Ладно, хватит ныть. Давайте нападать. Давайте не будем звать. Потому что... Смысл-то? У них два стэка, мы сейчас их грохнем. Ой, этот даже слабее. Тут два всего Минотавра, один Кегор. Пять лучников только. Так, проверить обязательно местность надо. Нормально. Давайте для разогрева сыграем. Хотя, надо было, наверное, Орионом напасть там на второй стэк и тот бой сыграть, где побольше Минотавров и два Кегора. А этот автобоем сыграть. Вся армия-то разная. Тут стандартная, с пехотой, со стрелками. А у Ориона, ну, оригинальненькая. Одни стрелки. Ну ладно, оба придется боя играть, видимо. Я собирался бить хаос. Ну вот, в общем, нам, получается, нужно три армии для обороны леса нашего. Чтобы угрозы никакой не было. Одна вот тут, в Исталии. Одна в Серых Горах, там на проходе. И одна на севере, вот где-то там. Возле перевала, рядом с империей. Рядом с бывшей столицей империи, прям так скажем. Там сейчас одни руины. А, ну это опять тот холм. Только у меня теперь одна армия. А не две. Давайте здесь и пойдем. Через лес. Чтоб нам особо не настреляли. Так, собачки по пуглам. Минотавры в центре. Ну, какое там ядро. Минотавры, Кегор и Лорд. Давайте прям тут построимся. Наверное. Копейщиков в центр принимать всю эту дрянь. Плюс. Егеря. Танцоров сзади. Танцоров мы бросим прицельно. На нужных нам ребят. Мало ли, как они сейчас пойдут, как ломанутся. У этих танцоров с копьем-то другое умение. Другой танец. Против стрел. У егерей ничего нет. Ладно. Так, давайте вот так. Близко нет. Близко не надо. Надо вот где-то так. Минотавры у вас влетят тут. Да. Где-то так. Лорд. Сюда. Это у вас. А, урон от огня. Вот все. У меня тут элитные стражи пути. Плюс они его сейчас всем раздают вокруг себя на 45 метров, да? Ммм. Шикардос. Так. Ну и кавалерию на фланге, чтобы собак ловить. Майкарнас. Азрей-вориор. Все. Пошли наверх. Вы пешочком. Тенцоры пешочком. А то они всех обгонят. Не будем выманивать Кегора стрелы его. Ой, стрелы, камни. Вон, полетели уже. В дерево попал. Отлично. Но сейчас он начнет попадать не в деревья, когда мы выйдем. Ну да ладно. Много он не должен снести. О, мои ребята уже стреляют, тем более. Так, чардж, конечно, ожидается не слабый. Давайте-ка мы этих ребят остановим на пушке. Так. И этих ребят тоже. Ну, лорду, в принципе, нет зачем туда-то переться. Он уже первый. Врывается. Собаки раз. Где вторые собаки? Тут где-то за складкой местности, что ли? А, нет, вот вторые собаки. Вот вторые собаки. Все правильно пока. Так, ну что. Чардж минотавров. Вы. Чардж лорда. Лорда, я сказал. Чардж минотавров. Чардж кого-нибудь. Вы сразу на них врываетесь. Все. И танцоры у нас тут. Танцоры пусть подходят. Так, минотавров покусим. Вроде нормально. Стоп, 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 стоп. Это что за... Ну. Эту фигню на флангах заканчиваем. Чардж в лучников. Так, стоп, 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 стоп. Лучники. Ну-ка, дружненько все. Нет, не все. Ну, три хотя бы. Правые. Ну, помножьте-ка на ноль вот это вот недоразумение. Вы двое. Вот это вы. Тоже до всех отлично достаете. Минотавров разогнали. Давайте разгонять. Все, что осталось. Так, ну вот вы стреляете в кого захотите. Вы ребята опытные. Тут пехотка вся дружненько как навалилась на лорда. Потому что там бить больше некого. Тут вся пехотка на копейщиков дружно навалилась. А лошадки дружно навалились. Туда, куда-нибудь. Опа, вот это залп. Ну-ка. Раз, пол отряда кончилось. Продолжение следует... Так, а теперь Давайте-ка вся пехотка Минотавры что там? Минотавры возвращаются, кстати. Тут не все разбежались. Отмена всей пехотки. Вы Дружно таки валите его. Так, вы обормоты Собак да разгоняйте Ладно, не надо. Вот вы догоняете Собак Вы догоняйте этих Вы догоняйте этих Вы А вот Минотавров надо догнать Блин, давайте кого-нибудь вот Подальше от Егора Ну его нафиг Так У нас тут Кто-то решил вернуться А вы Дружненько Егора Убейте Все, и Минотавры решили не возвращаться. Так что теперь все лучники Плюс герой Дружно убивают Егора Просто залпами Множат на ноль Гол еще, блин, не сдается Ну ладно ОлатР can Вы Дружно В Ай У Поро У У Тво У О О Леди У 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 В общем, как-то так. Так, те лошади. Одни здесь. Сейчас, правда, потери понесут от обстрела своих. Да, не надо, и так хорошо попадают. Не надо Кегора догонять. Ну там лучников догонить. Кегоры так замечательно... А, блин, тут уже край экрана оказался. Успеет. Ахахаха, ах ты гад. Нет, не успел. Вы посмотрите. Нет, ушел, да ладно. Как так? Вот урод. Ну, лорд от нас точно не уйдет. Я тебе в рукопашину все, закончился. Решительная победа. Моя пограничная гарнизонная армия справилась с возложенными на нее задачей. Правда, был довольно слабый стэк, но ничего страшного. У нас было поровну по численности. Котери 200 против 1100. Нормально. Вообще, шальная мысль собрать кому-то... Типа вот того же товарища, которому я сейчас нанимаю армию, целиком из стражей пути. С маскировкой, со стрельбой во все стороны, на ходу. Это должно быть еще забавнее, чем у Ориона. Против кавалерии, правда, чего делать? Надо все-таки свою кавалерию. Истер этих терновника. Рядика 4. А остальных чисто стражей пути. И засыпать стрелами. Просто уничтожать. Из стелса, из каждого куста. Раз, залп. Сделали один, второй и деру. И на ходу тоже. Залпики, залпики. Так, две с половиной тысячи денег. Плюс еще тысяченка. Так, уровень. Это хорошо. Можно еще стрелковое прокачать. Или дать ему лошадь. Думаю, надо ему лошадь все-таки выдать. Сколько он, кстати, настрелял в этом бою? Я не посмотрел, интересно. Вот вы-то можете сейчас отмотать, а я не могу. Что он там пострелять успел, не успел? Набираем ребятам опыт. И встаем. Так, вот здесь они были. Встаем обратно. На стражу нашей территории. И буквально следующим ходом у нас почти все пополнятся. Кроме вот этих ягерей. Все шикарно. Так, тут. Тут ты нанимаешь. Куда это чучело свалило? А вот оно. Хм. И вот, вот поэтому я хотел встать в засаду, если бы я знал, что не дойду. Чтобы он, может быть, на меня напоролся или остался там сидеть. А так он испугался и убежал. А я бы с удовольствием и его поосаждал. Давайте брать Файльдорф в осаду. Что тут? Ну такое, неприятные ребята. На узких улицах, стенах. Давайте просто держать все это в осаде. Так. Ты иди тренируйся. Успех. И то хорошо. Может гномы перехватят. Так, урон. Ага, Шварцхафен. Больше не Шварцхафен, а, господи, каламбур какой. Так, давайте громите им Вече. Акендорф еще разгромить и все. С этими вампирами будет покончено. Ну и хорошо. Вот и неплохо. Так. Здесь. Здесь я видел, скеллинги спрятались куда-то в лес в засаду. Причем куда-то, куда я аж зайти не могу. Как так? Как так получилось? Непонятно. Хочу ли я в эту засаду напороться? В дуртху. Да, давайте попробуем. Опаньки. Ваше войско заметило засаду противника, хотя его планы раскрыты. Неприятель идет в бой. Ничего себе. Ничего себе. Да, тут все, что осталось от войск называется. Так, карта нормальная. Ну я не знаю, даже играть или что тут. Четыре колесницы и два тролляки. Все остальное он уже растерял. Ну давайте сыграем. Пятнадцатого уровня. Давайте сыграем только потому, что тут много колесниц. А у меня тут... Ну хотя у дуртху не только лучники, у дуртху и пехоты хватает. В том числе и копейщиков. У него сбалансированная армия. Ну да, можно было в тобой сыграть. Потому что тролли сейчас до нас не добегут. Мы их рассеем, наверное, лучниками. Хотя тут не так много стрелков-то, как Вариона. В кавалерии три отряда перехватят. Как минимум трех колесниц. Ну еще остается одна и собачки. Ну такое. Мы дольше будем загружаться и подготавливаться, чем бой проводить, наверное. Остальные колесницы перехватят дуртху и, собственно, вон герой додик его. Полумаг, полу непонятно что. Смотрите, на этот раз с моей стороны холм. Стоит ли высылать партизан-разведчиков? Я думаю, нет. Если на них сагрятся колесницы. Хотя мы в стелс уйдем и все, до свидос. Ну, была бы сильная армия, был бы, может быть, смысл. А так... Че так мало-то? Семерочку, давай больше. Рандом с травмом-то вот этот работает. Если у вас мало, меньше, там, десятки, играете, получаете больше. Если у вас много, играете, проигрываете. Непонятно. А, нет, вот другой холм. Да? Да, вроде бы. Чуть-чуть поменяли детали. И стало все немножко не так. Они там еще, может, в барону встанут в дальнем углу. Так. Копейщиков растягиваем. Перед ними дуртху с героем. За ними стрелки. Надо их местами поменять. Так, так. Танцоров назад. Ловить все, что нас будет оббегать с флангов. И всадников еще больше назад. Все. Поехали. Они решили на холм влезть прям... Прям на самую кручу. И они нас атакуют, потому что у них нет стрелков, а у меня стрелки есть. Они понимают, что сидеть и ждать не вариант. Мы их постреляем. Так что давайте-ка развернемся. Какая дальность-то? 200 метров. Ну, тебе холм мешает. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Надо, наверное, кавалерию выставлять. Смотрите на этих смертников. Хотя они со щитами, конечно. Ба-ба! Фаербол вообще шикарно зашел. Канг был, конечно, супер Олег бросать. Так. Чардж. Чардж. Дуртху. Дуртху. Тут какой-то больной прискакал. Опа. Он порвал его. А нет, блин, это лошадь. Отдельно лошадь, отдельно лорд. Я думал, пополам его порвал. А-у-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Опа. да ну как то так давайте тролляк еще подогоняем поздно просто схватился что-то куда это был устрел чем могу сказать не очень у ребят получилось засада один грабитель хаоса из-за всего отряда оленя вообще не за ним ехали так пнули по-дружески пробегая мимо ой не не убежал ну нельзя конечно сказать что засада у ребят совсем не получилось так слегка решили они тут засады еще устраивать до 8 против ну 104 всего лесницах мало народу всех флажки огня кому не лень эти них поднимаем их было бы неплохо я на там еще уроком объедить войну это же заодно напинать напинать блинки фехтовальщик ну дуртху не актуально хотя у меня других лордов теперь много что-нибудь раздадим до обнаружено засады говорит а где хаоситы все тоже засадок что ли прячутся так ориончик у нас какой-то алкаш непонятный нацепил рога и что-то хочет нам предъявить в этих даже лучников нет только два кигора 4 минотавра ну что стоит играть знаете карту глянем луга вам написано вообще ну давайте сыграем это будет серия насыщенная боями если сейчас без проблем раскатаю то потом не будем аналогичные уже играть тут какая проблема проблема ой чипом даже щитов по моему нет да проблем в четырех минотаврах и двух кигорах потому что минотавры быстрые от них особо не побегаешь а у меня нету сейчас пехотки копейщиков например которые бы их приняли но у меня за счет прокачки и лучники неплохо должны по идее иметь атаку и защиту неплохую но насколько это действительно неплохо сейчас и проверим одно дело статистика другое дело выдержит ли они натиск минотавров но я на самом деле не думаю что мы будем хотя ну вот если бы у них не было кигоров они бы тупо на меня сейчас пошли все в атаку но так как у них более дальнобойные стрелки считаются вот артиллерия они наверное встанут в оборону и на меня не пойдут вау 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 вот это склон долины и мы тут бьемся и мы сверху это здорово что мы сверху так егор докуд достает он прям по нашим порядкам достает уже оттуда блин нормально такая карта представляете вот на такой карте попасть армии кавалерии тяжелые например имперской против не знаю кого с одной пехотой орков тех же самых и просто стальной лавиной вот так вот под песенку night wish end of all hope по моему да конец всех надежд просто лавиной такой стальной раскатать прикольно было бы надо попробовать в редакторе так ну что давайте выставимся я даже не знаю где выставиться то здесь здесь нормально здесь выставимся я думаю просто минотавров отправить танковать лошадями они на нас побегут мы лошадями на них побежим и тут под огнем всех этих ребят все сдохнут мои правда тоже получают но их не очень-то жалко так партизаны с партизанами сейчас непонятно просто я думаю сейчас посмотрим если 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 они на меня не побегут а будут играть отки горов то я партизанским своим отрядиком подразню их подбегаем подбегаем делаем залп отменяем залп все остаемся в маскировке в наске горы не бросают по идее по идее посмотрим насколько это получится давайте попробуем что там они они не идут в атаку щитов у этих ребят нету то есть стрелы они и по моему у них и брони то нет 15 доспехов они стрелы сейчас будут принимать просто как свою любимую микстурку а те тут пойдем по центру попробуем поделать грязь правда ну есть опасность что после первого же залпа они несмотря на всю нашу маскировку тупо ломанут в атаку на меня и скорость у моих ребят несмотря на прокачку прокачку ориона сколько 44 а у минотавров 56 ну мои ребята от них не убегут но это если прямо чарж чарж будет если они просто побегут нас искать герой вон убежит он так быстро бегает ну что главное выстрелить когда мы выстрелили когда мы будем стрелять мы конечно потеряем маскировку все кроме героя но когда я отменяю стрельбу они обратно уходят в маскировку и вот вопрос надо все сделать так быстро чтобы минотавры не успели что называется свестись и бросить камушек проблем только в том что сейчас как только я дойду до них они попадут в мой радиус обстрела даже не видя меня и не знаю ну и типа как бы не зная что они попали в мой радиус обстрела они сразу ломанут в атаку проверяйте опа это называется мы не читеры мы просто видим твои невидимые войска и видим насколько они стреляют ну капец же давайте тогда отстреливаться на ходу раз мы себе позволяем такую наглость как такое наглое читерство да из-за того что они не чарджат а идут общим строем минотавры нас не догоняют потому что они держат скорость на равне со всеми кстати я такое технически провернуть не могу я не могу отравить все войска с одной скорость вроде бы или я может что то не знаю напишут мне в комментариях потому что смотрите эти ну вот сейчас не видно вот на ускоренном марш на марше эти все на ускоренном марше они минотавром то ускоренный марш включает то не ускоренный так чтобы они шли вровень со всеми. Несмотря на разницу в скорости. Я фиг такое повторю. Что-то мы, блин, такой толпой стреляем и все, что мы добились один отряд. Один отряд самой дешевой пехоты. И то, он еще жив. Их еще 97 было. 160. Ну, хотя вон минотавриков покоцали. Какие горы начинают творить грязь? А именно бросаться в мою кавалерию. А, вот эти-то в стелсе пока. Ну, пока в стелсе, стойте там. Блин, у них еще всякие боевые есть. Давайте сюда в лес. Во-первых, спрячьтесь. Во-вторых, там камушки не особо пролетают. Так, ну что, давайте пока сюда. Потом мы вас во второй эшелон выставим. Стражи пути, конечно, стрелы расстреливают вообще-то. Раз. Пол боезапаса уже нет. Почти. У некоторых вон. Пол боезапаса у четырех отрядов. Проверяйте. Минус один только отряд. Полтора. Так, ладно, давайте по уму повыставим. Вас по центру. Вас на фланге. Додик рядом с Орионом. Вот хорошие залпы пошли. Ох, как минотаврики выхватывают. Так. Тут у нас боевые псы. Один отряд рвет их. Второй, наверное, стартует на Кегор. Я, правда, не уверен, что они справятся. Ну, ничего страшного. Проверим как раз. Оп, минотавры обратно в лес пошли. Что-то им у нас не понравилось. Так, Орион, Орион, Орион. У тебя же есть копье Курнуса. Давайте огорчим от Лукаша, например. Или минотавров. Минотавров и так огорчают. Давайте Алкаша расстроим. Ты бросила? Я что-то не заметил. О, нормально. Так, я протупил. Я протупил. Тут собачки... Собачек надо было чарджить. Но они что-то... Они что-то сами нормально так тупанули. И на меня не пошли. Просто все, кроме вот этих минотавров, которых перехватила в последний момент моя кавалерия, просто все развернулись и ломанулись обратно домой. Ой, лорд мертв. Ну как вам, армия эльфов? Это мы еще их не догоняем. Сейчас, в принципе, будем. Че нет-то? Давайте вы сюда куда-нибудь бежите. В этот фланг. Сюда по пути во все стреляя. Эти обормоты куда-нибудь по центру. В Кегоров главное не забежать. Вы трое. Не знаю. По центру там разберемся. Сейчас интересный момент. Справится ли кавалерия с Кегорами? Если нет, их надо отвезти и расстрелять все лучниками, конечно же. И, видимо, нет. Орая! Орая! Орион, кому хожь, мозги вправит. В Д Ugbuchах. Давалчевые Игра, лево, Japan. С dafür и отбили, все борисованы. Вы courts отбили. Кей, странировали их. Орел. Кей, Ну как-то так. Страдала кавалерия, гоняясь там. В толпе. Клабу лыжник потащил. Приперся, главное, в наш лес. Схватил булыжник, который мы все любили, и побежал. Так, этого тоже догнали. Вот она, тушка. Этот без булыжника был. Но их все равно. Нифига. Всем страх потеряли. 38 успел один нашмалять. Даже лычку за это получил. Но потом получил стрелу под лопатку. Гад. У Кошара стреляли вообще. Он только вроде там на полянку вышел. Не ожидал подвоха. Несколько залпов, и он готов. Конечно, никто так лордов не убивает. Только когда... Только когда... Игра только появилась. Когда там в июне, в мае она вышла. Я начинал немножко играть за вампиров. И вот... Там магия смерти была вообще имбой. По-моему, ее потом понерфили. Она сейчас намного слабее, чем была. Там было буквально два заклинания от... Твоего лорда на вражеского некроманта. И все, он рассыпался. Ну и да, одно дело, когда там у людишек или там у гномов лорд умер. И совсем другое дело, когда он умер у нежити. Там просто вся армия... Раз, раз, раз и посыпалась. Так, кто тут? Додик уровень получил. Додик у нас вообще прокачан. Просто... Просто дико. Так, Дуртху еще уровень получил. Дуртху нам нужно больше стрел. Кстати, интересно, а есть какие-нибудь умения у героев на больше стрел армии? Это вообще на армию-то нет ничего. Следопыта могло бы быть, но у него ничего такого нет. У него ничего такого нет. У него тоже дарми, это вот ветка. Он либо боец, либо... Агент. Поддержку армии они не могут. Ну ладно. Так, ты лучников еще нанимаешь. Тут все спокойно. Тут осаждаем. Ты ходил. Этот убил и вернулся. Ну давайте пропустим ход. И, наверное, будем... Немножко закругляться. Сколько? Три боя уже было или четыре? Нет, раз, два, три боя. В этой серии. Насыщенно. Мы ничего не исследуем. Нам нужен ремонт. Нам осаждаем. Все нормально, мы осаждаем. Куда хаос пропал? Тут был толпой. Вот здесь где-то, что ли? А вот он. Орки, чего вы забыли на моей территории? Мы с вами не воюем, но я и правопрохода вам не давал. Страх потеряли совсем, что ли? Обнаружена засада. Ага. Прятаться не вышло. Пацаны на вепрях. Ночные гоблины, лучники. Вы посмотрите, какой он. Какая опасная банда. Абдуртху у меня до них доходит? Доходит. А это что, я извиняюсь? Это три отряда погнались за... Орками, что ли? А, нет, они хаоса тут с келлингов грохнули. Да, карак, Зифлин, ты с кем воюешь? Да, он с орками, он тоже воюет и с хаосом. В союзе с империей. Как, кстати, отношения наши? Гномы, как насчет поторговать? А не нападений? Пока не хотят, вы гляньте. О! Карл Франц со своими недобитками вон, где шляется, оказывается. Несет потери от скверны. Причем такие нормальные. Земля, скверненная хаосом, приобретает твердость железа. Отдующие над ней ветра пронзают подобно ледяным кинжалом. Вы Альдор заселить хотели, что ли, или что? О, еще армия орков. Такая же странная. С орками мы потом повоюем. Сейчас хаос разгоним тут. Этот кого-то нанял тут по пути. Успех. Вот, на нем тренируйся. А, он все зомбей нанимает. Вот это... Вот с этим бы я посражался, а? Армия лучников. Кто хотел бы армии лучников встретить армию медленных-медленных зомбей? Слабых. Это же здорово. Так, тут жгут. Все нормально. Вампиров мочим. Вот эти, конечно, да. Нормально так. Наем. Так, у нас шесть отрядов таких. Таких. Ну что? Кавалерию берем. Надо бы, наверное. Или пехоту, или кавалерию. Ну, кавалерия поуниверсальней. Кавалерия поуниверсальнее. Да, давайте ему, сестер терновников. По два хода, правда. Или обычных всадниц полян вот с ядовитыми стрелами. Урона меньше. А так-то у этих тоже ядовитые стрелы. Ну, давайте. Два, что ли. Еще я хочу ему того героя присоединить. То есть, будет шестнадцать. Шестнадцать. Значит, еще четыре отряда можно сюда нанять. Ну, пусть это будет... Четыре отряда надо вот этих по-хорошему. Но это будет аж четыре хода так все наниматься. Ну, ну, и так будет четыре хода наниматься и так. Потому что еще два. Еще два. Таких и таких. Все. Здесь так. Так. Ну, я думаю, на эту серию достаточно. В следующей серии Рион пойдет. Ну, он, правда, не дойдет. Ну, будем попытаться Гудекая ловить. Орков. Орков пока оставим, в принципе. Наверное. Хотя, вот кого мне бить? Дуреку. Непонятно. Так-то можно и оркам войну объявить. Наверное, объявим. Вот. Ну, и как только тут подгоним всякую нечисть над Орионом все-таки сбегать. А что бегать-то? По идее, можно же телепортироваться за 500 монет всего. Да? У нас там по потерям. Как? Ну, вот, надо восстановить и сразу туда-сюда прыгнуть все нормально будет. Все, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, кто не подписан. Мне кажется, если мы в скором через несколько ходов задружимся с гномами, да еще и с пограничниками, ну, с пограничниками мы так вот только поторгуем, может быть. А с гномами, если мы задружимся, там, не нападение, торговля, еще я найду сейчас янтаря. Вот этот Кайльдорф возьму, будет янтарь на технологию. Плюс 30 со всеми фракциями. Я заключу союзы. А и какая у нас условие победы? В условии победы дуб подстроить, да и все. И битва на защиту дуба какая-то будет, крестовая. Дуб. 20 янтаря еще надо. По идее, это, конечно, много. 20 янтаря, это мне надо тут Бретонию дооккупировать. Это хватит только на первое улучшение, чтобы пол дальше, то надо, наверное, половины старой империи засеять тут. Ну, в принципе, вот сейчас вампиры. Вампиров выбиваем, заселяем. Почему нет? А там посмотрим. Просто мне не надо порабощать всю карту, мне не надо выносить хаос. Мне даже зверолюдей не обязательно убивать. Да, все. И нету полной и неполной победы. Одна затея. Так, если мы подружимся с гномами, то мы вообще скоро выиграем. Ну, а там посмотрим, как пойдет. Как всегда. Сглазим только, и все пойдет совсем не так. Ладно, всем удачи, всем пока.